Девушки отдыхают Дом Архима Сулейманова по улице Могилевская 54 в Грозном снесли до основания в апреле прошлого года. С тех пор он неустанно обивает пороги прокуратуры и суда республики. По его словам, администрация заводского района снесла его домовладение без решения суда под видом того, что он был незаконно построен на месте бывшего тротуара. Вот как вы видите, на этом месте у меня стоял дом. Данный дом составлял 17 на 6 метров плюс 3 метра веранда. Ну а теперь, как вы видите, одно пустое место. Осталось только одно название. Могилевская 54. Группа на 2. Все, что я буду стоять. Соседка Сулейманова хута Бедаева до сих пор удивляется, как такое может быть, чтобы уже готовый и выстроенный дом снесли по указанию какого-то чиновника. Пришли эти русские Сидирякин или Сидиренко и Центероево. Сносите этот дом. Если вы не снесете, мы трактором завалим вас. Он взял как законопослушный ислам, начал крышу снимать, сам начал это сносить. А потом трактором сносили все и все. И вот как видите, дети остались на улице. Как щенят выбросили детей. И даже гараж его снесли. Он на этом кусок хлеб зарабатывал. Женщины утверждают, что на этом месте дом был построен еще в 1941 году. Никакого тротуара тогда не было. Когда нас выселяли, мне 12 лет было. Дом здесь стоял. Старый дом еще, когда Черноречий строился. И выселяли нас. Дом этот стоял. И приехали. Дом этот стоял. После реабилитации и возвращения на родину дед Рахима решил на месте старого построить новый дом. Поднимали вместе не один год и надеялись, что теперь в нем места всем хватит. И при старости я хотела, чтобы немножко пожить до смерти. Чуть-чуть свободно. А теперь жить у меня негде. А что мне делать дальше? Не знаю. Чтобы не оставаться с семьей на улице, Рахим Сулейманов как смог построил на своем участке барак из двух комнат. Теперь здесь живут 16 человек. Его жена, дети, мать и тетка с двумя своими дочками. Летом еще куда не шло. Дети во дворе в основном. А вот о зиме и думают страшно. Хозяин дома решил искать правду в Москве. И написал письмо тогда еще президенту Путина. Это была его последняя надежда. О том, что ответ пришел, Рахим Сулейманов узнал в городской администрации, куда для личной беседы его пригласил заместитель мэра. Чиновник, к сожалению, заметил, что права Сулейманова действительно были нарушены, его дом снесли незаконно и предложил подать в суд на районную администрацию. Вот они здесь пишут, что действительно, я не нарушал Красный Людин, не выходил за пределы Красный Людин. Мне рекомендовано обратиться в суд. Все. Только слова. То, что подобные судебные разбирательства возможны, не отречают и в мэрии города Грозного. Как рассказал по телефону корреспонденту Кавказского узла сотрудник администрации города Грозного Саид Хаджимуратов, домовладения, которые построены без разрешения администрации города, в итоге все равно будут снесены, но только по решению суда. О том, что дом Сулейманова снесли без разрешения суда, по словам Хаджимуратова, администрация города не знала. Вот запись телефонного разговора начальника отдела градостроительного контроля администрации Грозного Саида Хаджимуратова с корреспондентом Кавказского узла. Это дело судебное. Вообще-то должны материалы предоставить соответствующий район суд для вынесения такого регистрации. Аминистрация не имеет права выносить такие разрешения, если даже это построено самовольно. Вот когда дали указание убирать внутрь частного сектора завалы, вот были случаи, когда организаторы сами сносили дома под сумок. Насколько мне известно, такое решение было по городу, и жилой дом не выносило. Пока шли разбирательства в мэрии города, районные власти рьяно защищали честь своего мундира. По их словам, участие в сносе дома по Могилевской 54 они не принимали. Правда, от комментариев глава района отказался. Зато в телефонном разговоре с корреспондентом Кавказского узла одна из сотрудниц строительного отдела рассказала следующее. Этот дом по Могилевской 54, когда наша комиссия там работала, во главе с Дакаевым, Агланом, он не смог им, в принципе, предоставить никакого документа, что застройщик имеет право там построить дом. А судебное разрешение было на снос этого дома? Нет, судебного разрешения не было, девушка. Не было. В последнем письме от 4 июля 2008 года прокуратура Чеченской Республики сообщает, по вашей жалобе 4 июля 2008 года принято решение о частичном удовлетворении жалобы, в связи с тем, что в настоящее время не предоставилась возможность изучить материал проверки. По поступлению его материал будет изучен на законность и обоснованность принятого процессуального решения. А пока чиновники пеняют с больной головы на здоровую и ищут украйнего, в этой поразительной по своему цинизму истории семья Сулеймановых мужественно борется за свое выживание. Совместно с адвокатом правозащитного центра «Мемориал» Рахим Сулейманов отбивается, чтобы наконец завели уголовное дело. В случае очередного отказа намерен обратиться в Европейский суд.